Чувашским оперативникам удалось раскрыть мошенническую схему. Преступники вынудили пенсионера отдать им 342 тысячи рублей. Для задержания подозреваемого полицейским пришлось выехать в Волгоград. Подробности у Марины Сергеевой. В середине ноября в отдел МВД России по городу Новочебоксарску обратился 78-летний житель города Спутника. Дедушка пояснил, что три дня назад на улице к нему подошли двое молодых людей и попросили о помощи. Мол, они предприниматели из Молдовы. Фура с товаром, предлежащий им, застрял на таможне в Казани. Чтобы ее выкупить, необходима некоторая сумма. Говорили, что так как они граждане другого государства, счет не могут открыть на их имя. И попросили у дедушки его сберкнижкой. Они усадили пенсионера в легковушку и повезли в Чебоксары. Там злоумышленники сделали вид, что ходят в Сбербанк, делают какие-то действия, звонят по телефону. После чего сообщили дедушке, что деньги им все-таки перечислили. Но перечислили в валюте, которую невозможно сейчас перевести в рубли. Под устав мотаться по городу, пенсионер попросту согласился им дать взаймы 342 тысячи рублей. Лжепредприниматели, в свою очередь, пообещали пенсионеру вернуть через три дня долг и заплатить проценты. То, что его обманули, мужчина понял чуть погодя и написал заявление в полицию. За пару дней кропотливой оперативной работы была установлена личность одного из злоумышленников. Все секреты, естественно, раскрывать мы не будем. Но можно сказать, что были выявлены свидетели, со слов которых был составлен фоторобот. Далее, в ходе проведенных мероприятий, была установлена автомобиль, на котором передвигались преступники. Одним из них оказался 32-летний житель Волгограда. За ним в дальний путь выехали трое полицейских. В служебной командировке они провели 10 дней. Все это время стражи порядка из Чуваши искали способы подобраться поближе к цыганскому табору, представителем которого и оказался подозреваемый. Прорвать оборону так и не получилось. Задержали его только, когда он выехал по своим делам в город. Виноватым мужчина себя не считает. Сейчас в чем подозреваетесь? Мошенниче. Вопреки, в состоянии было совершено. Как? Как было совершено? Вопросил в долг. А давать собирались? Да, но я вернул все деньги. 362 тысячи вернул. Деньги подозреваемый и вправду вернул пенсионеру в отделе полиции. А тот, в свою очередь, зла на обидчика не держит. Полиции спасибо. А если бы вот так, наверное, еще бы отдал. Сейчас в отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. Есть вероятность, что он причастен к совершению аналогичных правонарушений по всей стране. В нем своего обидчика уже опознала и пенсионерка из города АллатРа. Она помогла мужчине на 70 тысяч рублей. Если вы стали жертвой обмана этого человека, просим обратиться в полицию по телефону. 73-82-25 или 02. 73-82-25.